Музыка Сегодня стоит самая погода, чтобы заняться посадками. Поют птички, даже мороси нет, но небо хмурое, морось была, и вот поверхность земли слегка влажная, и вот они мои перчатки. Ого-го, сразу видно, что да, но ничего, зато сегодня хорошо должны приняться все растения. Что у нас на повестке дня? На повестке дня у нас эдельвейсы. Видите, как они всю зиму у меня росли, я их осенью прорастила. Зернышки, и вот они фактически не отдыхали, конечно, но я побоялась, что они просто вымерзнут. Поэтому сейчас мы их в мае месяце уже посадим. Посадить хочу вот сюда, на это место. Это восточная сторона, здесь растет рядом туя, ну так, чтобы их не затоптали. И вообще, это горное растение, альпийское. Я думаю, это соседство ему не помешает, она слегка будет подсушивать землю. Вот, иногда нам это надо, но в основном-то сейчас нет у нас таких заливных дождей, поэтому будем сажать ее в луночку под тую. Альпийскую горку, ну не знаю, будем как-то вот так вот сооружать искусственно, наверное. Просто обложим имеющимся под рукой материалом вот такие камушки, чтобы их было заметно. Так, ну, хоть один натуральный камень надо положить. Надо вот сюда, с этой стороны. Пусть будет натуральный камень. Ну, кстати, тогда нужно это место слегка присыпать землей. Так, давайте подгребем под это место немножко земли, потому что это будет небольшая такая возвышенность. Так, будем надеяться, что животные не облюбуют это место под себя. Вот такой вот импровизированный пятиугольник. Сначала хотелось четырех сторон, а потом подумала, нет, пять, хорошая цифра. Вот это не даст сорнякам заглушить нашу посадочку. И в то же время там внутри земля, чтобы хорошо укоренились. Ну, посмотрим, как тут поживает наше. Не видела, что у Эдельвейсери корневой системой. Ну, как-то так вот надо аккуратно сейчас взять и все это дело пересадить. Аккуратно, аккуратно. Ребята, аккуратно перевалило. Вот, посмотрите. Очень аккуратно. Все вместе со всем содержимым. Но что я тут обнаружила, вы не поверите. Ого-го! Вот это да! И она тоже зимовала у меня. Всю зиму вода и вот. Ничего себе! Кто же это будет такой? Прячется, прячется, убегает. Ну, я не противник. Вот. Бороться с живыми существами, которые меньше меня. Предпочитаю какие-то энергетические методы воздействия. Ой, кто же это такой? Если вы знаете, кто это, напишите, пожалуйста. Вот это жировал. Вот это у меня в комнате ему было ворготно, в тепле. Вот это жирная такая. По идее, она должна закуклиться и забабочковаться потом. Может, это будет медведка? О-о-о! Нам такие страсти не нужны. Я попробую посмотреть справочники энтомологическом, что это за создание. Вот. А вы тоже подскажите, если вдруг у вас это быстрее получится. Видите, пытается спрятаться. Ну, отнесу подальше, за гаражи. Там дикоросов полно. Пускай живет. Но только не здесь, не на огороде. Все. Вот такая получилась импровизированная маленькая альпийская горка. Песочек для того, чтобы заполнить все пустоты. И вот это возвышенное место, чтобы оно не страдало от недостатка, уж совсем сильного недостатка влаги. Сверху польем. Камушки постепенно прольются дождичком. И вот так вот не сильно. Может быть, это будет основание будущей большой альпийской горки. Но в любом случае смотрится вот так вот неплохо. Тут рядом туя. Вот ее хвоя. Надо, кстати, подкормить. Вот. Это Эдельвейс. Эдельвейс, ребята. Магический цветок. Ну, а мы пошли выпускать на Вулу Маручу. Так я ее назвала. Потому что она уже стала где-то родной, наверное. Сколько она жила. В моем доме гостила с самой осени, знает все мои секреты, все мои тайны. Поэтому никак рука не поднимается. Поэтому никак рука не поднимается. Живое уничтожить. Пусть идет и живет счастливо, как говорится. Вот. Вот место какое, куда я ее несу. Это тут у нас гаражи. Вот такие гаражики. И вот мы это дело сейчас пристроим. Давай, Маруся, на вольные хлеба. Ты тут найдешь, где тебе будет лучше. Силы у тебя много. Подруга, окопаешься. Вот. Вон она там копошится. Копошится, значит, все будет в порядке у нее. Ну, давай, адьё, подруга. Субтитры создавал DimaTorzok